Всем привет! Это не мои волосы, это парик. В парике я нахожусь не просто так, совсем не просто так, дело то, что это видео посвящено наращиванию волос. Так как в моем прошлом видео я просила вас собрать 50 тысяч лайков, дабы я сняла это потрясающее великолепие, как в условиях самоизоляции я сама себе наращиваю волосы. Иногда люди смеются не потому, что им весело. Это тот самый случай. Да, у меня на шее украшение из наушников. Ладно, 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 не пугайтесь раньше времени, я еще не успела волосы нарасти. Просто мои волосы настолько грязные, что я посчитала, что снимать опенинг и приветствовать вас с грязной башкой это никуда не годится. Поэтому я сейчас парик сниму, и вы будете все равно видеть меня с грязной башкой, потому что это мои волосы. Да, это кожура от мандарина, я знаю. Ничего не говорите, она просто здесь лежит. Это штуки, с помощью которых можно снять наращивание. Пользуясь случаем, я нашла вилку, надо отнести ее на кухню. Пользуясь случаем, отмечу, что на вилку наколот какой-то целлофан. Если честно, мне конкретно стремно, потому что я вообще не пон, что будет дальше с моими волосами. Тут есть все шансы странного развития событий. Или это будет очень хорошо, или это будет очень плохо. Ну, если что, дамы и господа, у меня есть вот это, у меня есть вот это, в конце концов, у меня есть вот это. Это настолько плохо. Что может быть хуже? Действительно, что может быть хуже? Поэтому, может быть, тебе снять видео, как ты кончаешь свои волосы тем, что наращиваешь их? А? 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 У меня ленточное наращивание, часть номер один и часть номер два. Они между собой сцепляются, и посередине между ними кладется прядь твоих волос, и таким образом получается эффект наращивания. Большинство моих прядей уже давно слетело с головы. Кстати, тут есть даже те пряди, которые были у меня еще, когда я была блондинкой-блондинкой. Вот, поэтому мне осталось снимать не так много, но тем не менее, это будет мой первый раз! К слову говоря, вот так выглядят отросшие пряди на волосах. С этого момента я молюсь богу волосяного покрова, чтобы следующее видео я снимала не в парике. Так, мне нужна расческа. Где моя расческа? Кот, где расческа? Я, пожалуй, заберу это от вас, ладно? Вы же не против, нет? Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Тише, тише, не дышу, не дышу, все ок, все ок. Первая жертва. По инструкции нужно взять это средство, нанести его прямо на прядь и просто снять ее. Опа, она прям реально начала движение. Во! У меня получилось! У меня получилось это сделать! В среднем вот столько волос получается, что остается на ленте. Вот моя родная прядь, а вот прядь, которая у меня была. Сейчас сколько сняла волос. Только волос было на той стороне головы. Просто... Что? За фигня? Нет, нет, я ору на телефон! Волосы нарощенные, волосы не нарощенные. Вот это печальное зрелище. Когда я наращивала волосы, когда я их испортила, мысль моя была такова. Я сейчас наращу длину, покажу с ней годик, может быть, полтора, потом сниму, и мои волосы достигнут той же длины, какая у меня нарощенка и есть. То есть, ну, вот, моя обычная стандартная длина. У меня всю жизнь были волосы такой примерно длины. Именно такой длины я себе волосы и нарастила. И что бы вы думали? Как? Получилось так, что я год проходила с нарощенными волосами, а все осталось так же, как было? Спросим экспертов о волосах. Здравствуйте, уважаемый эксперт Сан. Что вы можете рассказать? Эксперты в этом учреждении какие-то очень несговорчивые. Мне нечего сказать, кроме слов. Вот что осталось от волос. Это вроде как весело, но на самом деле это очень грустно. Собственно, часть со второй стороны от головы. Вот это, вот это и вот это. Это все то, что было на моей голове. А это все то, что осталось от моих волос. Реально тот самый случай, когда все начиналось очень весело, а закончилось очень невесело. Теперь мне же нужно будет вернуть все, как было. Даже не верится, что вся эта махина волос была у меня на голове. Мне говорили, давайте вы еще столько же купите, а я такая, да нет, мне не надо так, мне надо так. Это если бы я купила еще одну, то мои волосы выглядели бы как-то так. И еще такая же с этой стороны. Надо вымыть волосы. Надо вымыть волосы. Я делаю себе маску восстановить. Ну, не то чтобы это восстановило, тут уже ничто не восстановит, что мертво она умереть не может, но пока буду делать маску, вымою свои нарочные волосы. В моей голове это было изящна чистые они теперь но полотенца нет нигде все пусть сушатся вдруг котик при этом описывает что это за глупости кот не сыт на волосы никто не сыт на волосы не ссать на волосы что ты вообще не несешь как тебе что в голову могло прийти это могло прийти в голову мне но почему это пришло в голову тебе кот пришел блин неужели я правда насыт на них блин ребята не хочу так ходить если у меня не получится сделать наращивание я буду ходить по реке поэтому если у всех моих будущих видео я буду постоянно в париках пожалуйста пожалуйста это штуки специальные наклейки которые сейчас нужно будет крепить между вот этими прядями чтобы потом можно было эти пряди зафиксировать на своих волосах вот эта часть меня абсолютно непонятно и что сейчас будет происходить ни одному богу неизвестно так выглядят наклейки вот так выглядит моя прядь смотрите вот эта наклейка длина ее а теперь прядь прядь то у нас меньше то есть получается или сейчас обрезать это все ножницами или по факту но думаю наверно надо сделать сейчас да я рискну я рискова девчонка я рискну это делается вот так мне хочется веришь это делается вот так проблема все все в этой липкости фак а как его прилепить тогда болен твою налево-направо гадская гад сука 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 нет вонючка ладно 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 у меня все получается у меня все получается да определенно получилось только наверное это надо закрыть когда главное достижение твоего месячного сидения дома это наклеить липкую штучку на эту еще и криво 11 минут 8 прядей нужно было не отклеивать эту наклейку и потом каким-то образом наяриваться так чтобы она приклеилась а брать сначала прядь прядь прикладывать вот к этой вот штуке а потом вот так вот и снимать пробую на полную надеть что 20 минут и вот что у меня готово а вот что меня еще ждет вот это вот это и еще весь вот этот вот прошло еще плюс 20 минут я почти закончила это казалось даже менее сложной чем я думала и мой боевой дух воспрял я все закончила вот все в куче наклеек надеюсь завтра все получится иначе то будет всем еще раз здорово как что проснулась единственное что я сделала это пошла умылась с утра такие стрёмные просто сейчас я сделаю кофе давид я кофе хочу ну сделай себе кофе давид я кофе хочу ладно-ладно я понял намек я сделаю макияж сегодня хочу сделать что-то в меру странное чтобы такое сделать странный макияж у меня получился но мне он нравится делать наращивание я посмотрела в шара как это делать это не просто делать но кто сказал что будет просто поэтому я подумала решил что делать наращивание мне будет давид Дэвид, тебе надо будет мне волосы нарастить сегодня. Так, дожди. Кофе, ладно, я согласен, на волосы это не входило в мои планы. Дэвид, мне надо волосы нарастить сегодня. А я что должен делать? Нарастить мне волосы. Я сам должен? Я думал, я снимать должен. Нет, ты нарастешь мои волосы. А я не умею. Сегодняшняя ответственность за здоровье моих волос не на мне, а на нем. Прибежала собачка, прибежала собачка. Собака пришла и ушла. Давид, что делаешь? Я пытаюсь научиться. Ты серьезно? Это очень сложно. Я уже 30 минут пытаюсь. Я думаю, я еще 30 минут это буду делать, если не еще час. Я ничего не понимаю. Слушай, у меня через полтора часа видосик выходит. Можешь мне обложку делать, пожалуйста? Ты хорошо научишься? Ну, я не знаю, я буду стараться. Ладно. Знаете, как-то даже неловко стало. Как делаю... Как изучаю какие-то... Вчера перед сном я ела мандарины. И сейчас, то есть спустя где-то 10 часов, я смотрю на шметки этих мандаринов и понимаю, что они все в плесени. Фу. Я даже забыла, о чем говорила. Как что-то делаю я? А, давайте сделаем наращивание ногтей. Смотрит, как делать наращивание ногтей по ходу наращивания ногтей. А, Давид, давай сделаем наращивание волос. Сидит, изучает все видео на ютубе, которые существуют по технике наращивания волос. Давид завел игровой канал. Пожалуйста, подпишитесь. Он очень старается, выкладывает по 2 видео в день. И я очень стараюсь. Делаю по 2 обложки в день. Теперь у нас вся семья официально стала блогерской. Поэтому Давид очень старается. И очень грустит, что у него все еще нету даже 5000 подписчиков. И для того, что он грустит, грушу я. Вот, как они выглядят. Я вчера их проклеила полностью. Блин, они такие маленькие. Думаю, они линее. Единственное, что они супер-мега липкие. Вот потрогай тут каплю. То есть, если ты вляпаешься, то это вообще ГГ будет полное. Настолько странно. Мы реально будем это делать сейчас? Мне страшно. Да, мне тоже. Я должен спросить, как настоящий мальчик, помыла ли ты свои волосы? Да. Точно? Да. Ты не той расческой расческой. Ты же начинать нужно с большой. Ты не расчесывай. Я ее не видел. Думаю, так лучше, да. Так, ну с этой частью я справился. Все просто. Надо просто разделить на кучу разных этих рядов. Знаешь, как мне страшно? Все склеилось? Нет, все нормально. Ну что, с оружием тогда? Да. Очень опасный смех. Просто достаточно тяжело это разделять. Потому что оно возвращает, это ж вову. Но я вроде как все сделал, ну, близко к правде. Не уверен, что сильно правильно, но близко к правде. Это уж точно. Ты когда будешь наращивать солнышко, ты должен вот это ставить прям вот сюда. Да, я понял. В этом смысла никакого нет. Не, мне надо теперь это снять. Ты это уже не снимешь, все. Это теперь только снимается социальным средством. Ты все. Да, да. Блин, надо было сразу на правильном месте тренироваться. Ну, ничего страшного, одна будет поехавшая. Ладно, ладно. О, нифига себе, прям почти вплотную. Круто. Но я могу еще ближе, просто надо тренироваться. Да, вообще круто. Да, ребяточки, мы закончили первый самый нижний ряд, но это полный трэш. Вот не считая вот этого, который я просто учился. Остальные, конечно, более-менее, более-менее в ряд, но это, конечно, трэшак. Это так неровно. Там надеюсь, все плохо, да? Ну да. Короче, вот этот ряд у нас плохо получился, потому что сама линия была очень неровная. И вот следующее надо будет делать, конечно, четко. И надо все это переделать. Нормально взять волосы и скатать их. Ладно, ты его знаешь. Я думаю, когда ты пойдешь к своему мастеру... Давай, череп. Скажешь, ну, смотри, вызвала мастера Савита. Хорошо сделал, как думаешь? Пускай скажет ее мнение. Вот если бы центральная вот не пошла бы по тому одному самому месту, то дальше мне было бы легче делать прямо. Но в итоге получится вот такая вот немножко пьяная дорога. Че, пипец? Ну да, не очень ровно. Мы сделали третий ряд. Тут аж 7 штук пришлось приклеить. Да, это по-прежнему не очень ровно. Но уже все надежно. Вот и мы закончили последний ряд. Вы только посмотрите, насколько он идеально прямой. Прям вот приноровился. Вот к последнему четвертому ряду я научился более-менее делать. Конечно, до этого все было жопа-жопа, а тут как бы и не жопа. Я очень осталась шея. Я хочу есть. У меня спинок болит. Я очень долго корячился. Сейчас я все распущу. Блин. Слушай, ну правда нормально. Офигенно. Я считаю, я заслужил на чай. Ну ладно. Сейчас, короче, я поем. Чуть отдохну, потому что невозможно. И я сама себе еще буду наращивать боковушки. Я думаю, это будет достаточно просто сделать. Вот, ну и плюс я все-таки сама хочу тоже попробовать. Я поела, я отдохнула. Моя шея больше не болит. Осталось совсем немного прядей. Я буду сама пробовать наращивание. Нужно прям попасть в самое-самое дно. Вот так. Закрепить. И теперь наложить такую же сверху. Первый пошел. Не, серьезно. Я думала, оно будет гораздо-гораздо хуже. Оно даже нормально получается. Как-то так. Купец, я реально в шоке. Даже ничего не торчит. Абсолютно непонятно, что где-то здесь спрятана целая куча прядей. Бум-бум-бум. Я не знаю, что это было. Всем пока. Люблю вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова